Несмотря на то, что на дворе каникулы, желающих узнать результаты конкурсов, организованных Центром дополнительного образования детей и молодежи, оказалось немало, потому что участники – ребята мотивированные, которым нравится то, что они делают. Это действительно интересно. Кто-то хочет популярность, если это в интернет. Если участвуют в таких конкурсах, это просто интересно зачастую. По итогу изначальный сценарий отходит зачастую, и что-то приходится менять. И в итоге то, что меняете, получается самым лучшим даже. Поддержать и помочь юноше и девушек развиваться в том направлении, которое интересно. Такую задачу ставили перед собой педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи, организуя все три испытания. Эту мотивацию поддерживают и партнеры конкурса, в числе которых и телекомпания Бук-ТВ. Корреспонденты канала входили в состав жюри и коллегиально определяли лучших из лучших. Специальный приз от телекомпании получил творческий коллектив средней школы номер три. Не менее насыщенной и интересной была борьба и в двух других конкурсах – «Мастер Пейнт» и «АйТи Мастер». Именно конкуренция подстегивала будущих дизайнеров и программистов на неординарное и интересное решение. Она была посвящена нашему городу. Там было несколько фактов, вопросики. Ну и, собственно, она была не такой уж и большой, однако делать ее было приятно. Хотелось бы немножко развивать эту всю структуру, потому что, ну, можно куча разного придумать, и языки какие-то добавить свои, и как-то, ну, в общем, апгрейдить эту структуру. Потому что, ну, много участников, я знаю много знакомых, но только два участника со школы. Хотелось бы немножко побольше. И на этих победах талантливые юноши и девушки останавливаться не собираются. Все впереди – девиз тех, кто будет строить будущие страны. Хорошим подарком для победителей стал праздничный концерт с участием лучших коллективов центра.